Получается, хил у нас поклоняется Йоксарону. Это у нас обилка будет хилить. Это тоже у нас будет хилить, но... Нам нужны... Войд Руны. Окей, когда ты играешь за хила, у тебя милишная обилка становится уже... Такая более дальней. 20 метров. Хорошо. Вот две Войд Руны у меня есть, допустим. Теперь я могу кастовать. Тёмное слово. Окей. Ещё одна Войд Руна. Да, довольно быстро, правда, набирается безумие. Далее. Что у нас тут ещё есть? То есть, если не разбираться, это просто какая-то ходка. Ага. Когда заканчивается эффект этой обилки, то она будет перескакивать на союзника. Но ещё одна, на другую цель. Так, ну и, конечно же, призы. Щупальца. КТ полтора минуты. Ну, понятно. В общем, очередное снижение урона. А, ну разве что, если находиться вот в зоне защиты этого тентакля, то все союзники, они будут получать увеличенный хил, и они будут кастовать без проблем. То есть нельзя будет сбить каст. Ну, прикольно. Так, тут мы будем выделять ауру, которая будет хилить всех союзников рядом. Потихонечку. Хорошо. Окей, проклянуть врага. То есть проклятие на врага, но которая, в другую очередь, ещё и накидывает баф на союзника. Хорошо. Ещё одно проклятие. А, то есть тут какие-то вот два эдикта прям разных. Окей, ладно. Тоже хилка и, наверное, снижение урона. В общем, да, ничего такого особенного. Ну и, конечно же, превращение, чего я больше всего и ждал. Сервантов Йоксарон. Прыгать я... А, потому что левитация на мне. Превращать вот такую хрень гигантскую. Ну, как бы текстурки мы все видели. Окей. Ещё такого. В общем, просто твэк нам увеличивает от хил. Крит увеличивает. Понятно. В принципе, самый базовый набор, я бы сказал. Для какого-нибудь хила. Ну, опять же. Механика хила. Лично, на мой взгляд, ну, не такая приятная. Опять же. То есть тебе нужно и наносить урон по противнику, чтобы набрать вот этих войд рун и потом начать хилить. Тут лично для меня вот тут, ну, мерзкая механика. Я вот этого лично не люблю. Но, в какой-то степени она всё-таки остаётся уникальной. Редактор субтитров А.Семкин